Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и в этом видео мы рассмотрим с вами вторую партию тайбрейка 1-2 финала Кубка Мира между Ливоном Ароняном и Максимом Вашьелогравом. Итак, в первой партии Максим Вашьелограв в уверенном стиле обыграл Ароняна белыми фигурами и ему остается буквально отстоять эту партию черным цветом, сыграть здесь в ничью и в финал Кубка Мира проходил бы в этом случае Вашьелограв. Однако Ливон Аронян не готов был сдаваться и он решил дать бой в этой партии. Вы видите, что уже на третьем году Аронян готов захватить пешками центр и Максим отвечает ходом c5, переводя игру в защиту Бинони. В общем, надо отдать должное Максиму Вашьелограву, который в такой ситуации, где ему необходима ничья, разыграл довольно боевой дебют черными. В общем, этим самым он показывает, что он абсолютно никого не боится на Кубке Мира и готов играть в свою игру при любой ситуации. Ну а Ливон Аронян пока заканчивает развитие, переводит коня на поле g3, это типичный план для данной структуры. Дальше белый готов вывести слона, но пока что они препятствуют ходу b7, b5. Ну а черный начинает план на движение пешки h. Идея этого хода в том, чтобы согнать этой пешкой коня с поля g3 и таким образом воспрепятствовать свободному развитию белых фигур. Последовало слон g5, связывая коня и препятствуя ходу h4. Ну Вашьелограв сначала отступает в серзем из-под связки, потом разменивается на d5, в общем-то типичный ход для защиты бинони, и конем сгоняет слона с поля g5. Ну вроде бы белые успевают разменять чернопольных слонов, это должно быть в их пользу, однако у черных появляется темп на ход h4. Ну и в общем эта позиция и раньше встречалась на практике, и до этого белые всегда отступали конем на поле g2. Ну действительно, на коня напали пешки, и логично выглядит отступление. Однако Ливон Араньян заготовил для этой партии мощнейшую новинку, он решил, что во что бы то ни стало он должен добиться в этой партии активной игры, и он жертвует фигуру, спокойно выводит слона на поле g4, заканчивает развитие, и тем самым оставляет коня на g3 под боем. Теперь, если черные проигнорируют, не возьмут коня, то ясно, что белые выиграют как минимум несколько темпов. Вы видите, что конь может на следующем ходу спокойно отступить на e2, и слон оказывается выведен в игру. Поэтому Максим принимает вызов и забирает коня на g3. Но вы видите, что ладья на поле h1 осталась, и теперь она активно участвует в игре по линии h, она атакует черного короля, и вместе с ферзем они уже создают угрозу матовой атаки. Конечно, такое игнорировать никак нельзя, ну и самый логичный ход, это ход ладьей на h8, защищая коня и готовясь таким образом к атаке по линии h. Именно так сыграл Максим ваш елограф, но также внимание заслуживал ход f6. Давайте немножко посмотрим этот ход. Идея его в том, что, ну во-первых, так не хочется играть из-за шаха с ферзем, и белые забирают вторую пешку, однако здесь черный ферзь успевает закрыться, и в общем белые практически вынуждены здесь разменять ферзей, и прийти вот в такое вот окончание, которое все-таки пользу черных, у них сохраняется лишняя фигура. Однако на f6 у белых есть просто зубодробительный удар по центру, это ход e5, подставляя пешку под два боя, и на взятие пешки белые, как ни в чем не бывало, заканчивают развитие. Оказывается, что черным не так просто консолидировать свою позицию, например, игра может таким образом продолжаться. Ну и здесь получается позиция динамического равновесия. Вы видите, что черные сохранили фигуру, но у белых две пешки за эту фигуру, ну и перспектива атаки на ослабленного черного короля. Ну что ж, Максим избрал более человеческое продолжение, он ставит ладью на h8, пока сохраняет пешку g6 в живых, и здесь Ливон Ронян играет очень сильно, он немедленно прорывается по центру ходом e5, не дожидаясь того, когда черные поставят своего коня на поле d7 и заблокируют это поле конем. Теперь взятие на e5 приводит к немедленному краху, белые просто подключают ферзя к атаке, потом прорываются пешкой по центру, подключая еще и слона, ну и после подключения ладьи по открытой линии, здесь уже черные полностью беззащитны. Вы видите, что у белых есть угроза вторжения ладьей на 8 ряд, слон стреляет по диагонали, таким образом белые грозят побить ферзем на поле g6, ну и в общем от всех этих угроз защиты здесь не находятся, поэтому белые выигрывают прямую атаку. Таким образом немедленно забирать пешку на e5, черные не могут, и Максим просто связывает эту пешку с ферзем. Здесь за белых было интересно дальнейшее движение пешки на e6. Я немножко посмотрел варианты, которые могут возникать и в этой случае. Ну, например, самым аналогичным кажется ход конем на d7, пока что пешка на e связана, конь получается неприкосновенен, и конь готов подключиться к защите своего короля. Однако белые просто завершают развитие, делают длинную рокировку, и потом подключают конячие из поля e4. Ну, здесь, конечно, черные могут играть по-разному, но давайте посмотрим одну из наиболее принципиальных попыток получить контроигру. Это ход b5, вскрывая линии на ферзевом фланге. Ну, и в этой позиции кажется, что черные полностью зажаты, их лишняя фигура абсолютно не чувствуется. В то время как белые захватили центр, видите, что пешка на e6 подкреплена другой пешкой, и, в общем-то, кажется, что позиция черных бесперспективна. Однако, черных находится очень сильный тактический ресурс, это выпад конь g5. И оказывается, что этот конь неприкосновенен. Ну, кажется, что пешка на f6 связана, и коня можно просто побить. Однако, в этом случае черные размениваются ладьями, объявляют шаг ладьей и забирают ладью на h1, таким образом оставаясь с лишним материалом и в выигранной позиции. Но, если вместо взятия на g5 предварительно разменяться ладьями, то черные также успевают побить конем на e4, и эта позиция тоже в пользу черных. Однако, у белых есть довольно забавная ничья. Это взятие на f6 конем. Теперь двойное взятие на f6 невозможно, поскольку ладья h8 остается без защиты. Ну, а после взятия ладьи, белый конь отпрыгивает обратно на e4, и получается вот такое вот забавное повторение ходов. Ну, я уверен, что игра этой позиции в реальной партии, она бы закончилась как-нибудь по-другому. Ну, вот такой вот вариант, иллюстрирующий возможности сторон, мы с вами посмотрели. Но, вместо хода e6, Ливона Ронян просто завершает развитие, делает длинную рокировку, и оставляет опять же пешку на e5 под боем. Теперь черные могут забрать ее как ферзем, так и пешкой. Однако взятие ферзем приводит к немедленному краху из-за хода ладьей на e1. Ну, и мы с вами видим, что просто все белые фигуры подключаются к атаке на черного короля. Черные абсолютно ничего не успевают сделать и получают мат. Ну, а если забрать на e5 пешкой, то опять же в распоряжении белых есть ход d6, вскрывающийся от белопольного слона. Потом конь подключается через поле d5. Ну, и здесь, возможно, разные варианты. Например, на ход коня f6, рассматриваем взятие на f6, и ход f4, вскрывающий позицию черного короля. Ну, и мы с вами видим, что белым удалось здесь отыграть фигуру, и, в общем-то, они дальше продолжают атаку уже при материальном равенстве. Ну, в общем-то, позиции уже их, наверное, близка к выигранной. Ну, и давайте разберем компьютерную рекомендацию. На длинную рокировку мой движок рекомендует здесь немедленно начать контр-игру ходом b5. Но надо сказать, что у этого хода, безусловно, есть и плюсы, и минусы. Например, белые могут отойти слоном на d3, и дальше, в случае естественного развития коня на поле d7, у белых есть такая вот красивая тактическая возможность, это жертва второй фигура. Слон неожиданно жертвует себя за пешку на g6, потом подключается к атаке ферзь. Ну, и мы видим, что белые играют без двух фигур, однако позиция черного короля полностью раскрыта. Ну, и у белых, безусловно, огромное количество пешек, просто лавина пешек надвигается на черного монарха, и черных не остается ничего лучшего, чем отдать коня за пешку e5, чтобы хоть как-то снизить вот это давление пешечной массы. Ну, и дальше возникает позиция, где черных лишняя фигура, но королях очень открыто, у белых три пешки за фигуру, и, в общем-то, перевес здесь на стороне белых, однако прямого выигрыша нет, и, в общем, могут пытаться здесь черные как-то на лайт оборону. Ну, что ж, мы с вами смотрели компьютерный вариант, но Максим Вашелограф не стал пока рвать позицию на ферзьевом фланге ходом b5, и он решает немедленно подтянуть коня к защите и играет конем на поле d7. Совершенно логичное человеческое решение. Здесь, опять же, Ливон Араньян мог сыграть e6, переходя к уже рассмотренным нами вариантам, но он решает вскрывать позицию в центре, он забирает пешку на d6. Конь с темпом идет на e4. Вы видите, что дорога пешки d расчищена, теперь вскрывается белопольный слон. Ну, и в этой позиции Максим Вашелограф допускает решающую ошибку. Вы видите, что, в общем-то, белые грозят вторжением в ферзя на поле h6, после чего связка по диагонали будет очень существенной, и ферзь сможет следующим ходом просто побить пешку на g6, продолжая атаку. Поэтому ни в коем случае нельзя эту угрозу игнорировать, и Максим Вашелограф решает сыграть g5. Так вот, преграждая белому ферзю путь на поле h6, но этот ход оказывается решающей ошибкой. Вместо этого у Максима была возможность защитить поле g6 таким вот неуклюжим с виду хода коня на поле f8. Ну, действительно, кони как-то смотрятся очень неуклюже здесь, защищают друг друга, закрывают доступ к ладье, однако черный готов вывести белопольного слона, и, в общем-то, это заставляет белых спешить. Например, если здесь сыграть ладьей на e1, то слон просто выходит на e6, и никакая контр-игра белых здесь не помогает. Вот они могут даже вот такой вот размены вынудить, но итоговая позиция здесь в пользу черных. Однако у белых есть более сильное продолжение, видимо, из-за которого Максим Вашелограф и не пошел на этот вариант. Это, безусловно, шаг на поле h6, после чего король уступает на g8. Видите, что пешка g6 защищена конем, но у белых есть комбинация с отвлечением. Они жертвуют пешку на d7, потом еще жертвуют качество на поле d7. Конь вынужден отвлечься, забрать ладью, и все-таки ферзь добирается до пешки g6. Теперь черные обязаны закрываться ферзем, иначе они получат мат. Следует взять еще и на f7. Ну и, к сожалению, на этом атака белых выдыхается. Я хочу напомнить, что такой финал для Ливона Роняна был бы смерти подобен, поскольку ничья для него равносильно была бы поражению в матче. Ну а здесь у него не находится ничего лучшего, чем объявить вечный шаг черному королю. Вот таким вот образом. Ну и партия закончилась в ничью, а матч бы закончился в пользу Максима Вашьелла Грава. Однако, как я уже сказал, Максим играет g5, раскрывая позицию собственного короля, и преграждая белым ферзю путь на поле h6. И здесь Ливона Ронян счел, что ладья на линии h уже выполнила свою функцию, и переводит ее в центр. Теперь белый конь готов с темпом отскочить, создавая давление на черного ферзя. Ну, Максим решает, что нужно уже создавать какую-то контр-игру. Он играет b5, пытается вскрыть линии на ферзевом фланге, но белые с темпом наводят, а нападают на ладью. И потом еще начинают тревожить белого ферзя в центр. И оказывается, что у этого ферзя не так много полей для отступления. Ну, объективно, видимо, сильнейшим отступлением был бы ход с ферзем на f5. После чего белые объявляют шаг по большой диагонали. Черным приходится, опять же, вот так вот неуклюже располагать коней, чтобы не лишиться фигуры. Ну и вновь прорыв d7 дает перевес белым. После взятия слоном на d7, белый конь заходит на поле d6, ладья заходит на седьмой ряд. Ну и мы с вами видим, что белые продолжают просто страшную атаку. Черный король очень слаб. Вы видите, что черные перевязаны по рукам и ногам. Ну и здесь выигрыш был бы не за горами. Однако, тем не менее, это была бы сильнейшая защита за черных. Ну а в партии Максим Вашелограф решает держаться за большую диагональ, не давать возможности дать шага с поля c3. Играет ферзем на d4. И здесь находится у белых другая возможность. Ферзь просто отступает на e2. Теперь черный ферзь под боем. Ну а после отступления ферзя на поле b4, белый ферзь играет на h5. И оказывается, что от такой простенькой угрозы побить ферзьев на поле f7 у черных здесь просто нет защиты. Если, например, защититься ладьей, то белые продолжают атаку по линии h, и ладья не может разорваться между защитой пешки f7 и защитой коня на поле h7. Таким образом, уже в этой позиции Максим Вашелограф поизнал свое поражение. Таким образом, Ливону Роняну удалось отыграться по заказу и перевести тайбрейк к 10-минутным партиям. Ну а с Вами был Евгений Шувалов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если Вам понравилось видео, и не пропустите обзор других партий Кубка Мира 2017 года. Субтитры сделал DimaTorzok